10 миллионов рублей предусмотрели на обустройство перворайских дворов в этом году. Наш город стал участником пилотного проекта по формированию комфортной среды. Что она в себя включает и какие работы уже провели, расскажем далее. Настал и у них во дворе праздник. Реконструкция придомовой территории по улицам Ленина и Данилова почти завершена. Старую игровую площадку здесь заменили на новую. Первыми итоги благоустройства оценили юные жители. Площадку построили. Я думаю, это очень хорошо, потому что теперь тут все играть могут. И места больше для игр стало. Дорожки сделали и на велосипедах, и на роликах кататься можно. Вместе с жителями итоги работ оценивают депутаты. Наталья Воробьева принимала наказы от первоуральцев. Они просили обустроить здесь большую парковку, а также оборудовать игровую зону. Сегодня народная избранница убедилась. Пожелания подрядчики учли. Здесь есть и детская площадка, есть и парковочные места, и тротуары, и также места, где могут посидеть и взрослые люди, и бабушки, и мамочки с колясками. То есть абсолютно удобный, хороший двор. И я думаю, что наши жители будут удовлетворены качеством работы и скажут большое спасибо. Параллельно обустраивают двор на улице 1 мая. Придомовую территорию подготовили для реконструкции. Жителей просят потерпеть временные неудобства и не парковаться там, где запланировали работы. Мы обустраиваем здесь пешеходные дорожки. Точно так же, как и в остальных дворах, обустраиваем парковочные места. Ну и, конечно, расставляем малоархитектурные формы для игр наших маленьких первоуральцев. Также остаются у нас санитарные зоны. Проектом предусмотрены все полностью комплексные благоустройства данного двора. В этом году в программу благоустройства попали три больших двора, включая тот, что на проспекте Космонавтов. Какие работы провести, предварительно спросили жителей. Наш город стал пилотной площадкой для реализации президентской программы по созданию комфортной среды. На обустройство придомовых территорий в рамках проекта предусмотрели 10 миллионов рублей. Еще 5 миллионов потратят, чтобы реконструировать набережную Нижнего пруда. Татьяна, резидент Алексей Вербицкий, Дамир Харисов. Хроника дня.